Сегодня можно сделать вывод, что проект изменений и дополнений Конституции достаточно качественно проработан Конституционной комиссией и рабочей группой. Поступившее конструктивное предложение учитывается, редакция ряда статей скорректирована и юридически уточнена. Многие высказанные гражданами предложения должны найти реализацию в законах и иных нормативных правовых актах. Обновленная Конституция, как учредительный политико-правовой акт, основной закон государства, является юридической базой для правотворчества, правоприменения и правосознания. Будет приниматься в особом порядке непосредственно самими гражданами на референдуме. Петр Петрович, Вы анализировали проект, насколько он сбалансирован, нет ли там противоречий? Важнейшая задача при разработке изменений Конституции было не нарушить те взаимосвязи, которые находятся в тексте в нормах Конституции, поскольку необходимо было анализировать, что изменение одной нормы влечет уточнение другой нормы. И даже вот последние уточнения в рабочей группе показали, что мы Конституционный суд предложили, чтобы не было противоречий и была конституционная определенность в нормах, уточнены как раз ряд вопросов, которые здесь докладывались. Поэтому в этой части как раз Конституционный суд особое внимание уделял и Конституционная комиссия, и рабочая группа на то, чтобы не было внутренних противоречий и конституционной неопределенности. Ну и один яркий пример, связанный с охраной и долгом каждого беречь здоровье. Казалось бы, простая народная истина, что здоровье каждого человека находится его в руках. Поэтому, когда подняли на конституционный уровень, это положение возникла конституционная неопределенность. Некоторые граждане начали предполагать, что это как шаг к введению платного лечения в отношении тех граждан, которые не будут проявлять должную заботу о своем здоровье. Поэтому вот и предлагается, чтобы не было этой конституционной неопределенности, возможно даже исключить, но работу в этом направлении продолжать. И действительно, чтобы каждый гражданин осознавал, что укреплять здоровье, в первую очередь, он должен сам. И мы видим, что на государственном уровне создаются все необходимые условия для физического развития и совершенствования всех граждан нашей страны. Это основа и залог здоровья нации. Понятно. Спасибо. И все-таки я хотел бы дополнительно задать вопрос. У нас есть члены конституционного суда. Ольга Геннадьевна, вы член рабочей группы. Балансы противоречия. Ну и еще один вам вопрос. О здоровье. Люди против того, чтобы они отвечали свое здоровье и заботе. Слушайте, а что здесь плохого? Я не понимаю, что плохого, что мы в Конституции записали. Петров, Сидоров, Лукашенко, Сергеенко. Это твое здоровье. И ты за это прежде всего должен отвечать. Что тут неправильно? И вы что, хотите сказать, что это уже подавляющее большинство людей высказалось? Да нет. Кто-то там где-то отковырнул, сказал, обострил эту проблему. Ну и пошли на поводу, выбросили. Но чтобы не было настороженности, это важно у людей. Ну так давайте мы пропишем то, что у нас есть. Это наше завоевание, что государство будет нести расходы на лечение людей и будет лечить людей, как лечить сейчас. В одной статье это записали, а дальше запишем, что и ты, дорогой мой, отвечаешь за здоровье. Это наш недостаток нашей системы социально-ориентированного государства. У нас человек сидит и думает, ну не Лукашенко, это государство за меня что-то должно решить. Это решит, это решит, это. Поверьте мне, я человек опытный, побывал во всех странах. Ни в одной постсоветской республике этого нет. Там каждый отвечает сам за себя, там каждый стремится где-то заработать эту копейку. У них пожестче экономическая политика. А у нас за все отвечает государство и президент. Это неправильно. Человек должен прежде всего. Ну а если везешь, то и поможем. Это по-народному говоря. Кто тянет, тому и помогать. Нужно и проще, и результат от этого будет. А мы уходим от этого принципиального вопроса. А ведь это так. В Америке там люди дрожат, чтобы в больницу не попасть. Не потому, что там болезнь, опасность. Потому, что платить надо. И много платить. И не дай бог заболеешь. Ну кольнут тебя один раз, чтобы не умер. А если не помогло под забором и помрешь. И там человек беспокоится за здоровье. Или возьмите китайцев. Как не приеду, я специально всегда и Худзинтау, и Дзиндзимина тогда. С ними же со всеми был знаком. Я говорю, слушай, ты мне покажи, вот как китайцы заботятся здоровьем. Пожалуйста. Я вот бывал, где они занимаются спортом. Слушайте, 80-90 лет. Молодежь, старики. Они все крутятся, вертятся, худенькие, подтянутые. И так далее и тому подобное. Полтора миллиарда человек. Ну как они дрожат за себя, за свое здоровье. Вот посмотрите, что происходит. Ах, люди против QR-кодов. Так это прикормленные СМИ говорят против QR-кодов. Люди не против этого выступают на Западе. Плевать им на эти коды и прочее. Человеку главное, чтобы он лечился и выжил. Так, доктор? Это подают, что вот против там каких-то ограничений. Да нет, там люди поднялись, потому что система здравоохранения не справляется с решением той задачи, которую жизнь поставила. Но мы-то справляемся. Значит, у нас система нормальная. И надо ее, как гарантию, прописать в Конституции. Это наше достижение. И люди будут понимать, да, вот мы имеем этот уровень. Государство будет и дальше о нас заботиться. Но и мы должны. Скажите, что несправедливо в моем рассуждении. Поэтому не надо отступать там, где мы не должны отступать. Там, где люди должны понимать, что мое счастье прежде всего в моих руках. Хотела отметить, что очень импонирует подход, был и Конституционной комиссии, и потом рабочая группа, и отшлифовала, который заложен в Конституции по поводу усиления социальной ответственности, взаимной социальной ответственности государства и гражданина. Почему? Пример этому, статья 21 дополнена частью, согласно которой каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства. И этот посыл расслеживается в других статьях Конституции, например, в статье 32 по поводу защиты брака и семьи, где положения, которые дополнены нормами о том, что семья, то есть родители, имеют право и обязаны прививать своим детям уважение к закону, любовь к труду. Это уже говорит о том, что подготавливается молодое поколение к тому, чтобы в будущем вносить свой посильный вклад в развитие общества и государства. И вот в связи с такой вот линией на усиление социальной ответственности было предложено дополнить статью 45 этим положением о том, что граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья. Конечно, редакция части, она очень прямая и, естественно, обязывающая, но поскольку эта норма вызвала такой интерес у населения, в том числе я знаю и во многих коллективах, и в государственных органах, в которых обсуждались изменения и дополнения Конституции, то, наверное, все-таки есть смысл ее немного изменить, написать несколько корректнее, написать не так прямо, чтобы не пугала эта норма. Но по своей сути она мне нравится, и я считаю она абсолютно верная. Все это понятно, я просто вас увел в сторону от проблемы. Вы считаете, проект Конституции, который у нас сейчас на столе, сбалансированный, в нем нет противоречий? Я считаю, нет противоречий, да. Опасения у вас не вызывают какие-то нормы, статьи? Помните, мы говорили об этом, что мы ни в коем случае, делая Конституционным в НС, не должны допустить двоевластия? Что президентская республика, президент главнокомандующий, никакие силовые структуры никому не должны быть подчинены, кроме главнокомандующего. Помните, мы об этом говорили? Мы не допустили здесь перекоса? Нет, по моему мнению, такого перекоса нет, все сбалансировано, и президент все равно, являясь главой государства, мы не изменяли абсолютно важнейшие функции президента, конституционные функции. Более того, президент является делегатом Всебелорусского народного собрания, то есть здесь принимает он участие в работе в НС, поэтому никакого дисбаланса, я полагаю, здесь нет. Достаточно ли сильны нормы Конституции для противовеса, для сдерживания каких-то структур, органов власти, чтобы систему не развалили и государство? Просто сказать, что достаточно, я думаю, это мало сказать, что достаточно полномочий у ВНС, чтобы сохранить стабильность в обществе, сохранить гражданское согласие, потому что полномочия у ВНС, если вдуматься, они очень существенны, это определение стратегических направлений развития, это и утверждение доктрины национальной безопасности, назначение судей, Верховного суда, Конституционного суда. И самая неожиданная норма, которая появилась не сразу и которая вызвала очень много дискуссий и даже сомнений, это норма о таком полномочии Всебелорусского народного собрания, как право отмены любого решения государственного органа и правового акта. По размышлях мы решили все-таки, что эта норма должна быть, потому что Всебелорусское народное собрание – это высший представительный орган народа власти, но оставив за рамками полномочия ВНС решение судебных органов. Иначе бы, боюсь сказать это слово, но был бы какой-то хаос, наверное. Спасибо, Григорий Алексеевич, Вы, Аксакал, Управление государством и прочее. Вам тот же вопрос. Спасибо, Ольга Сергеевна. Не будет здесь у нас какого-то противоречия? Достаточно ли этих сдержек противовесов? Не являются ли они излишними? Не давлеют ли они над главой государства? Важный вопрос – это взаимодействие действительно президента, парламента и ВНС. Мне представляется, что надо эту идею, что президент возглавляет ВНС, мне кажется, более полно развить, потому что президент, который одновременно возглавляет ВНС, он часть полномочий реализует с участием вот этого очень важного органа. Может быть, та конструкция, когда во главе ВНС находится президент, она как раз тоже может показать вот это направление демократизации и в том числе какое-то единство власти при разделении властей. Ну вот такое общее замечание. Тут вот предложение о совмещении должностей президента и председателя ВНС – это принципиальное изменение того, что мы здесь прописали. Мы же дебатировали этот вопрос. Мы исходим из того, что президент не может занимать иные должности. Предоставлено это право первому президенту, ну нынешнему. Почему? Из чего мы исходили? Из того, что нынешний президент, он несет ответственность за эту конституцию и выстраивание того, как, я уже сказал, будет жить наша страна после того, как мы всю нашу жизнь и законы подгоним под ту конституцию, чтобы тут у нас не было раздвоения. Президент – одно, а председатель ВНС – второй. Мы же ведь говорили о том, что нам нужна новая конституция. Непонятно, какой будет завтра президент. Поэтому нужны какие-то сдержки, противовесы. Ну и мы нашли этот противовес и сдержку в виде ВНС в том числе. Если мы все это сливаем, грубо говоря, на президента, ну какие же тут будут тогда сдержки и противовесы. Поэтому если мы говорим еще глубже, что нынешнее поколение, уходя спокойно от власти и предоставляя новому поколению возможность прийти и спокойно управлять страной, но в то же время наблюдаем, смотрим. Концептуальная была вещь, вы с ней согласились? Я на этом настаиваю, потому что из своего опыта я вижу, что это надо. Поэтому надо посмотреть, если появилось такое предложение, ну что, обсудите. Если есть, как Григорий Александрович говорит, какие-то там вещи, которые надо посмотреть на них и где-то шлифануть, надо шлифануть, потому что будут же критиковать потом люди, что неграмотно написали конституцию. Посмотрите, но так, чтобы мы не нарушили закон и вышли на референдум вовремя. Я думаю, что нам надо в феврале провести, как мы и обещали, мы же обещали, в феврале провести референдум. Пусть люди выскажут свое мнение, никто не будет давить. Мы высказываем откровенно свою позицию, пройдет, не пройдет. Народ решит. Народ решит. Главное народу довести суть, соль. Вот, уважаемые товарищи, вот, мы предлагаем эту конституцию. Почему? Вот причины. Об этом я еще буду говорить. Послание. В ближайшее время это надо все развернуть. Почему, как я сказал, аж не только мы, даже беглые, даже беглые. Это не они инициировали эти изменения. У нас же два проекта было, я при послании в парламенте об этом говорил. Мы давно уже подходили к вопросам изменения в конституцию. Ну, остро так вопрос не стоял. А тут, глядишь, и наша так называемая оппозиция в 20-м году выступила за изменения, за пирамены. Украли идею у президента, который уже давно, два года до этого говорил об изменениях в конституцию. Цивилизованное общество, цивилизованное государство, народ. Мы выстраиваем от конституции, от основного закона эти перемены. Ну, и вот это все разве, чтобы люди понимали, к чему это. Давайте будем думать про наших детей. Мы не вечны, мы уходим. Кто-то раньше, кто-то позже. А дети останутся, о них давайте думать. Вот в чем суть процесса самого. А если мы стараемся угодить людям или всех обучить за один месяц или полтора месяца юриспруденции, праву? Слушайте, у нас за пять лет студенты не все обучаемы в этом плане. Даже крупные специалисты не могут похвастаться. Даже Григорий Алексеевич, который этим всем занимается, что он все знает в этом плане. Если народ доверяет власти, он нас поддержит. Надо людям объяснить, что хуже, то мы этими изменениями не делаем. А эти изменения, инновации в том, в НС и так далее, это тоже не из космоса пришедшая норма. Шесть белорусских народных собраний прошло. И первое, как минимум, спасло страну и дало нам возможность почти 30 лет развиваться так, как мы развиваемся и построить суверенное независимое государство. Что касается правовой системы, которая выстраивается по проекту, здесь тоже есть вопросы. Закладывается подход, что указы президента должны соответствовать законам. Ну тогда это парламентская республика. Тогда это парламентская республика. Конструкция совершенно другая. Есть указы, которые издаются на основе конституции. Тогда они на одном уровне с законами. Есть указы, которые издаются на основе закона. а парламент принял закон и делегировал полномочия президенту, тогда это указы под законный характер имеют. Давайте серьезно проанализируем этот вопрос. Вот так вот, навскидку, что-то тут важное и похожее, вызывающее настороженность, есть. Григорий Алексеевич, видимо, прав, надо нам посмотреть. Может нам как-то разграничить здесь сферу нормотворчества и применения нормативных актов? Надо посмотреть, чтобы мы действительно вот этим одним шагом не уничтожили президентскую республику. Мне бы хотелось акцентированно выразить свое мнение относительно второго вопроса. Будет более демократичным, правильным и, на самом деле, сдерживающим на будущее возможность, возможность именно, может быть, не как правило, сказал Григорий Алексеевич, а именно как возможность закрепить в Конституции председательство на Всебелорусском народном собрании президента Республики Беларусь. Кстати сказать, такие же предложения некоторые граждане озвучивали. Я, по крайней мере, тысяч пять пролистала сама. Не скажу, что они носили массовый характер, но отдельные, видимо, продвинутые граждане, задумываясь над возможными проблемами в части управления страной, предлагали такие мнения. Это на определенном этапе может быть и центр силы, единый центр силы. Так, а мы же говорили о том, что это нам не надо. Центр силы, он и есть центр силы, но ВНС это орган, который должен вмешаться в нужный момент, еще чего-то там. Ну, есть такая точка зрения, и в чем-то вы правы, но тут нам надо уже делать решительный шаг. Если мы идем на то, чтобы обеспечить вот это сдержки и противовесы, тут уже не надо привязывать к главе государства этот орган. Это принципиальный вопрос, один из принципиальнейших. Я пока не убежден в том, что нам надо опять все, как сейчас, завязать на президента. Одна из важнейших причин изменения Конституции уходит, теряется. Есть реперные точки, есть критерии определенные. Мы четко определились, поколение нынешнее должно не уйти, оно никуда не уйдет. Это больше половины населения. Куда оно идет? Оно должно отойти на запасные пути, дать возможность новому поколению прийти спокойно, без шуму, без пыли, начиная снизу, с середины, сверху, к власти. Мы не должны конфликтовать с ним, мы должны, наблюдая, направлять туда, куда надо. Для этого надо иметь расшаги. Вот оно и есть в НС и так далее. Нынешний президент не вечен, придут новые люди, кто они будут. Слушайте, ну будущие президенты в нашей стране, они практически видны. Не будет так, как в 1994-м избирали этого президента. Тогда ошалели все, тогда не знали, что делать. Увидели вот нарастающую этих, ну ворушек, коррупцию, бандитизм, который был в стране. Они стреляли, убивали на дорогах и так далее. И людям надо было какое-то спасение. Ну вот они воткнулись в Лукашенко. У Горбачева был, раскрутили его, председатель комиссии по борьбе с коррупцией. Я там выступал открыто, честно, никого не боясь и прочее. Ну да, совершенно случайно наткнулись и избрали. Сейчас этого не будет. Сейчас уже народ ушлый, не та жизнь. Одно дело говорливое президенты, а другое, что за ними что-то стоит, какой-то опыт и так далее. Ну общество другое. Поэтому уже думать о том, что изберут там случайного, как когда-то в середине 90-х, этого уже не будет. Будут люди избирать осознанно. И вот для этого момента нам надо, это Конституция, надо, чтобы нормальные люди пришли к управлению. И чтобы мы потом локти не кусали, что могли чего-то исправить, а рычагов не оставили. Я же в открытую это говорю. И ВНС должно сыграть эту роль. А это проверенный орган. Шесть прошло. Вот это от жизни концепция, что нынешнее поколение за собой оставляет какие-то рычаги управления. Но при этом очень опасно допустить двоевластие. ВНС оно должно сдерживать в чем-то президента там все органы власти. Вече народное. Но оно не должно давлеть над президентом, над его полномочиями и так далее. Спасибо за работу. Продолжаем ее.